От этих людей напрямую зависят и жизни, и здоровье всех жителей нашей республики. Оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи – ежедневный труд, который по важности и ответственности не идет в сравнении ни с какой другой работой. Вот уже два года в Бурятии ведется борьба с новой коронавирусной инфекцией. Задействовано более трех тысяч медицинских работников, 777 санитарок и водителей скорой помощи, 330 студентов, 40 клинических ординаторов-целевиков, 650 волонтеров. На борьбу с ковидом за два года выделили почти 7 миллиардов рублей, в том числе из бюджета республики – 1 миллиард 800 миллионов. В республике первыми в стране начали бесплатную раздачу лекарств для амбулаторных больных. За весь период пандемии лекарствами от ковида обеспечили 200 тысяч пациентов на 620 миллионов рублей. Организовано более 3500 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Службой ковидного такси перевезено более 20 тысяч пациентов. Привиты против ковида более 80% взрослого населения. В короткие сроки медицинские организации республики организовали вакцинацию против ковид-19. Благодаря слаженной и оперативной работе медиков в Бурятии, вакцинацию прошли более 470 тысяч человек, что позволило создать иммунную прослойку. В 2021 году была проделана большая работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь – это флагман развития здравоохранения. За год в селах возвели 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 врачебных амбулаторий. Проведен капитальный ремонт 12 зданий медицинских учреждений. В центральные районные больницы Бурятии поставили 85 автомобилей. Автопарки районных больниц пополнили 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, 21 центральная районная больница республики получила 406 единиц оборудования. В 2021 году благодаря дальневосточной субсидии медицина Бурятия получила 575 миллионов рублей, более 371 миллиона из федерального бюджета и более 203 миллионов из республиканского. На эти деньги приобретено медицинское оборудование, врачебная амбулатория для городской поликлиники номер 3 в Улан-Удэ. Открылась свои двери и долгожданная амбулатория в поселке Солдатский. По федеральным проектам «Борьба с сердечно-сосудистыми» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» медицинские организации Бурятии получили 130 единиц оборудования. Благодаря этому возросло раннее выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях. Сегодня самый дорогой ресурс – это наши медицинские работники. Поэтому в 2021 году принято решение увеличить целевой набор по обучению в медицинских колледжах на 400 мест. Также поставлена большая задача по новым подходам непрерывного профессионального образования врачей и средних медицинских работников. Я считаю, что это самая гуманная профессия, и сейчас особенно необходимо помочь нашим людям, потому что квалифицированные кадры, они особенно важны в этот период. Среди проектов, призванных закрепить медиков на территории республики, программа «Земский доктор» в 2021 году. По ней в районной больнице Бурятии трудоустроились 77 врачей и 27 фельдшеров. В ноябре принято решение предоставлять единовременные выплаты из-за республиканского бюджета земским врачам, переехавшим в моногорода в размере 1 миллиона рублей и наиболее дефицитным специалистам, участвующим в программе «Земский доктор», «Земский фельдшер». Кроме того, в республике продолжает работать программа для особо дефицитных специальностей. Предусмотрены выплаты врачам 800 тысяч рублей, фельдшерам 200 тысяч рублей. Деньги получили уже 110 врачей и 37 средних медицинских работников, которые не подходят по условиям участия в программе «Земский доктор», «Земский фельдшер». В 2021 году стартовала программа «100 домов врачам». В настоящее время этой меры социальной поддержки воспользовались 27 медицинских работников. Ее действие продлевается еще на один год. В 2021 году впервые в истории региона была успешно внедрена трансплантация органа. Бурятские врачи дважды провели операции по пересадке почки. Успехи медицины будут закреплены в наступившем году. Продолжится реализация национального проекта здравоохранения и программы модернизации первичного звена здравоохранения республики. Возведут еще 6 ФАПов и 3 врачебные амбулатории. 7 медицинских объектов ждет капитальный ремонт. А в Анахое и Кяхте возведут новые поликлиники. В 2022 году поступит 335 единиц медицинского оборудования и 100 единиц санитарного транспорта. Кроме того, в 2022 году ожидается запуск нового корпуса онкологического диспансера на 150 коек. А завершение строительства Центра ядерной медицины позволит Республике Бурятия стать точкой высококачественной диагностики пациентов с онкологическими заболеваниями. Несмотря на все сложности последних лет, медики Бурятии всегда верны своему священному долгу. Проявляя профессионализм, терпение и чуткость, отдавая знания и частичку души, они помогают пациентам победить недуги и сохранить величайшую ценность на свете – человеческую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин